Конкретно этот пустырь, как мы выяснили, но я не знал этого особо заранее, здесь очень жесткая и трагическая история. Я еще раз повторю, если кто не слышал, что здесь были расстрелы в годы сначала до Второй мировой войны, а потом во время Второй мировой войны. И где они точно находятся, неясно, места захоронений, и тем не менее, эта территория, она потенциальна для девелоперской разработки. Здесь собираются строить большой жилой массив, и этот момент откладывается только в связи с тем, что не могут окончательно провести разграничения, где же проходили захоронения и где нет. То есть статус этого пустыря сохраняется только за счет, скажем так, умерших, погибших здесь. Но я еще хотел поговорить о пустыре еще по некоторым причинам. Одна из них – это то, что я хотел рассказать об одной акции, которая была в 1994 году в другом пустыре, а в Киеве, в пустыре на месте нынешнего тоже элитного района достаточно воздвиженка, который назывался тогда, ну и сейчас называется «Урочище Гончары-Кожемяки». Это была акция группы «Комбинат революции» объединения художников, которая существовала всего несколько лет, где-то между 1994 и 1997 годом. Потом еще некоторое время поддерживала издательскую деятельность, но больше не осуществляли никаких художественных акций. Эта группа сейчас как будто бы особо не озвучена и не звучит, и можно сказать, забыта. Да, упоминания они есть буквально в нескольких источниках. И та акция, которую они делали, она была по-своему абсурдистской. Они собирались в этом пустыре, читали тексты, она называлась «Геркулес», и они засеивали этот пустырь хлопьями Геркулеса в надежде, что из этих хлопьев взойдет революция. Но очевидным образом из этих хлопьев взошла не революция, а разработанный район застройки, который тоже имеет достаточно странный статус в Киеве. И, в общем, вот этот момент использования пустыря и метафоры пустыря как некого зависания, он, мне кажется, характерен на таком образном уровне, характерен, в принципе, для какого-то художественного поля в Украине с его постоянным забвением. И в том числе для поля институционального, которое постоянно как-то самовоспроизводит себя и саморазрушается. И, переходя как бы от группы «Комбинат революции», хочу сказать, что там же, рядом с этим пустырем, неподалеку, в том же 1994 году, на Андреевском спуске открылась галерея «Бланк Арт», которая была единственной галереей, в которой прошла персональная выставка коллектива «Комбинат революции». Выставка прошла в 1996 году и называлась «Агрессия». И это такой важный момент, мне кажется, потому что «Комбинат революции» они транслировали такую акционистскую, что ли, парадигму, в которой претензия на власть и агрессивная такая претензия на власть, она была частью художественной стратегии. Но при этом важно понимать, что акционизм 90-х, он в принципе вырастает из логики такого слабого государства, ослабевшего в момент после развала Советского Союза, и возрастающей роли нового капитала и нового бизнеса, который действительно претендует на власть, криминальный, полукриминальный. Все, с чем оно связано в начале 90-х, из претензии на власть, в этом смысле образ художника, он как будто зеркалит и разрушает вот эту претензиозность действительно таких акторов, которые строили новое государство. Почему это важно для моего рассказа сейчас? Потому что вот это сочетание того пространства, в котором была выставка, то есть этого галереи Blank Art, и самой группы, комбинат революции, они как будто бы, они существовали одно время. И те, и другие были с 94-го по 97-й год. Их пути несколько раз пересекались. То есть комбинат революции участвовал еще в одной групповой выставке в этой галерее. Но они обещали, кстати, туда привезти Осмоловского, но обманули галериста, что было тоже достаточно забавной историей для того момента. И почему, мне кажется, еще интересно их рассмотреть, что они представляют из себя две как раз вот эти стратегии претензии на власть. И претензия на власть группы комбинат революции действительно это художественная стратегия. То есть они не были способны и не пытались самостоятельно осуществить некие воздействия на власть и стать этой властью. В то время как галерист Blank, создавший галерею, одноименную по названной его именем, он опубликовал в 95-м году свой манифест. Манифест галериста – это вообще, в принципе, достаточно странное явление. Это был такой сборник манифестов художников, в котором, вот, кстати, есть и манифест уже упомянутого комбината революции и многих других работавших в тот момент художниц и художников. Но Blank единственный там, кто представляет некий другой сектор. Он бизнесмен, но он пишет художественный текст, который в основном сосредоточен вокруг идеи захвата власти, захвата власти искусством. И это такой, как бы, достаточно агрессивный тоже по-своему, в какой-то степени модернистский текст, в котором Blank призывает вернуть искусству то, что предатели от искусства стали называть другими именами, а именно экономикой, политикой и культурой. То есть его вектор значительно расширяется, как бы, его идея значительно уходит за просто какую-то выставочную экспозиционную деятельность. И в этом смысле, как бы, можно было считать это обычным текстом, который ни на что не повлиял в его дальнейшей судьбе, когда галерея закрылась. Но там есть такой момент важный, что где-то года три назад вышло интервью с Blank, которое давно, как бы, не касается напрямую экспозиционной деятельности, в котором он говорит, что вся его дальнейшая деятельность в бизнесе, в политике и во всем, чем он занимается, основывается на его манифесте, который он написал тогда. То есть, по крайней мере, сейчас он повторяет свои слова и говорит о том, что вот его претензия так реализовалась. И здесь достаточно интересно, опять же, проследить судьбу двух этих стратегий, потому что группа «Комбинат революции» исчезла в 97-м году, практически полностью растворяется и теряет всякие упоминания. И, ну, есть отдельные люди, которые там были, но как бы не воспроизводится никакой информации и ничего не существует. В то время как с Blank все достаточно интереснее. В неком художественном небольшом, который у нас есть, историческом дискурсе, все время фигурирует одна и та же мысль о том, что галерея внезапно исчезла. Все ключевые актеры тех лет повторяют, что Blank оборвал все связи, он перестал со всеми контактировать и закрыл галерею буквально за один месяц, и никто этого не ожидал. Но интересно то, что если сейчас, допустим, проверять по каким-то базам данных открытых предприятий, формально BlankArt существует до сих пор. Это предприятие никто не приостанавливал, оно числится во всех реестрах, открыто в 1994 году, переоткрыто в 1998, как рекламное агентство. Как только он закрыл галерею, он открыл рекламное агентство, которое называлось точно так же, то есть BlankArt. Рекламное агентство задействовало практически все те же механизмы, которые он выработал, работая галеристом, потому что его галерейная деятельность была сосредоточена не на долгосрочном каком-то экспонировании, а на краткосрочном событийном. Выставки длились в среднем одну неделю, они не выполняли какой-то коммерческой функции, несмотря на то, что это была галерея, то есть работы особо не продавались, потому что он говорит, но они позволяли привлечь спонсоров, которым был важен момент открытия, и фактически художественная деятельность становилась такой фоном для спонсорской какой-то стратегии, на которой им удавалось хотя бы немного зарабатывать. То же самое он начинает делать, запуская свой рекламный бизнес, и кроме того он становится первым, кто в Киеве начинает устанавливать билборды и получает договоренность с городским советом на установку большого количества билбордов, и фактически за два года становится одним из ключевых рекламных агентств на рынке, который потом все теряет, вот где-то между 97... Нет, даже за год, между 97 и 98 годом, и потом он все теряет, когда происходит дефолт, и еще раз перезапускает свое агентство уже, как теперь, пиар на 100%, которое также задействует его старой действительно художественной стратегией какого-то эпатажа, саботирования. И, что интересно, постепенно его пиар-агентство к 90-м разрастается и превращается, с одной стороны, в политехнологическую большую структуру. Например, он проводил гигантское количество акций и организовывал рекламные кампании Яценюка, и был его основным политтехнологом, задействуя под это в том числе и свои какие-то художественные связи. И в то же время, что интересно, он одним из первых, кто запускает в Украине аутсорс и аутстав бизнес. Если кто не знает, это такой формат бизнеса, который определяется нестабильной занятостью и вообще переведение максимального количества контрактов на нестабильные формы занятости. В частности, Бланк развивает это в фармакологическом секторе, стараясь переводить сотрудников фармакологических компаний на аутсорс. И это один из основных источников дохода их компании, которая сейчас существует до сих пор. И почему это интересно? Потому что как будто бы он задействует и заимствует из художественного сектора, который всегда определялся такими нестабильными формами занятости. задействует какие-то ходы, что ли, задействует какие-то стратегии, которые перетекают вот в этот, в другой сегмент. И они позволяют как будто бы его закрытую галерею, его закрытую институцию рассматривать как постоянно перерождающиеся в новой форме явления. Потому что был такой интересный еще, мне кажется, эпизод, когда в 96-м, что ли, году в издании Парта, которое вышло всего два номера, там была реклама галереи Бланка. И на этой рекламе там был только слоган, точка отчета. И это было достаточно забавно, потому что где-то через полгода галерея закрылась. То есть, что она отчитывала, не очень понятно. И продолжается ли эта точка отчета, тоже непонятно. И как будто бы это, в принципе, очень соответствует такой капиталистической парадигме, при которой есть только базовая исходная точка, а дальше все движется по накоплению, увеличению прибыли, но не имеет некого горизонта и не имеет конечной цели. И, в общем-то, мне кажется, что опыт Бланка и опыт комбината революции, он в некоторой степени транслирует две вот этих стратегии власти, но он еще и транслирует несколько принципов забвения. То есть, то, о чем говорили, то, о чем, мне кажется, отчасти это конференция о вытеснении на некую периферию знания, потому что, чтобы собрать информацию об этом, обо всем, нужно обращаться к какому-то удивительно странному набору источников, которые всегда фрагментарны, между которыми тоже существуют такие пустыри, что ли, которые сохраняют возможность для спекуляции и для какой-то конспирологии и потенциального выстраивания этого всего в такие надуманные нарративы, но позволяющие в то же время что-то прояснить о существовании и как институционального сектора, так и вообще процессов в украинском обществе и в художественном поле, в частности. Так вот, если комбинат революции упоминается в нескольких заметках и в парочке книг о художественных практиках 90-х, то что касается Бланка, то он как будто удивительно странным образом попал в огромное количество каких-то источников. О нем, в частности, им посвящено несколько глав романа художественно-документального, либо о нем упоминают учебники по школьной истории, опубликованные в 90-е, о нем упоминают рекламные и фармакологические издания, о нем говорят политики, о нем говорят рекламщики, на него ссылаются как на основной источник первого политехнологического сектора в Украине, и вот эта его распыленность по совершенно разным источникам, она как будто бы показывает вот эту логику захвата власти, которая в отличие от тех утопических стратегий, которые предлагались художниками, она смогла реализовать себя, и она всегда проскакивала как будто бы не на первых ролях, но где-то позади, создавая опоры для той вообще констелляции власти, которая сложилась. И еще, мне кажется, в этом контексте очень, таким это, пожалуй, на этом я завершу, важным, что в принципе как бы логика политического устройства, в котором мы считаем, что, допустим, какие-то структуры, которые позиционируют или заявляют о себе как аполитичные, во многом такими не являются, однако они влияют на политические и экономические процессы за пределами какого-то, ну что ли, репрезентативного поля. Вот, и что я хотел, это такое было, что ли, мое вступление, и я хотел, у меня есть несколько каких-то странных, достаточно собранных распечаток и свидетельств о подключении вот бланка к разным экономическим процессам, к его поддержке критических изданий в Украине. Да, кстати, я вот не сказал об этом, помимо какой-то своей практики бизнесовой, бланк до сих пор является одним из спонсоров издания «Критика», и в нем написано, что он издается при поддержке фонда «Видроджиня» и личной поддержке Александра Бланка. Также он поддерживает политехнологический фестиваль «Студреспублика», который позиционирует себя как «Сингтенк», и через него зарегистрировано и финансируется очень сильно украинское, даже не украинское, международное издание «Идеология и политика», онлайн-журнал, который входит в списки скопуса и всего. И он тоже завязан на конкретно этом предпринимателе. И в этом плане бланк продолжает на каких-то встречах «Студреспублики» то, что там можно найти, транслировать эту идею, попытки влиять на общество через какие-то креативные стратегии, через… у него есть тактика распространения межличностной коммуникации, через которую он как бы влияет на все на это. Вот. И я хотел бы предложить, в общем-то, раздать эти тексты и в некотором смысле подумать над той акцией, с которой я начал сегодня, рассказ с акции «Комбинаты революции», которые, прогуливаясь по пустырю, как-то читали тексты. Только если они засеивали что-то в такой стратегии, я скорее предлагаю подумать над тем, что не взошло, что взошло и что могло бы еще взойти в таком пространстве зависания между возможностями. Вот. Я, в общем, вам раздам такие штуки. Давай я с тебя начну. Сейчас, чтобы не повторялись, я тебе вот эти дам. Они все разные. Вы можете как-то комбинироваться. Здесь где-то больше текстов, где-то меньше. И что-то повторяйся. В романе этого бланка? Что-что? Ты говорила, что в этом бланке... Да, есть роман. Ну, в частности, он упоминается в романе. Он написан его партнеркой, мне кажется, которая ведет с ним бизнес. И да, я еще, пожалуй, ссори, я упустил, мне кажется, один важный эпизод, с которого стоило бы начать. Вообще-то бланк закончил, не закончил, но почти закончил петербургскую муху, то есть художественное училище, в котором он учился на достаточно странной специальности, которая называлась дизайн социальных объектов. Это такой был один из последних, что ли, векторов попытки возвращения к авангарду 80-е преподавателями мухинского училища. Но бланк не закончил муху, потому что он пытался поднять студентов на сопротивление каким-то таким, как бы, репрессивным практикам ректората, и его оттуда быстро отчислили как организаторы профсоюза. Вот, что, мне кажется, тоже важный эпизод при таком, как бы, развитии вот такой фигуры, которая пытается влиять на власть. Вот, ну, я предлагаю, как бы, всем разойтись по пустырю, и что-то, как бы, какое-то время провести с этим. Сколько у нас есть еще? Там минут 10-15? И потом мы можем, как бы, отправляться куда-то дальше. Просто выходить.